Здравствуйте! В эфире суббония. Информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Карачаева, Черкесия. Завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию о том, как прошли выборы в новом формате в нашем выпуске. Безопасность окружающих, твоя ответственность. Такую акцию провели студенты Карачаева-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева. Студенческая научная конференция в СКГ. Участники презентовали свои работы и отвечали на вопросы в режиме онлайн. На этой неделе в Республике подвели итоги общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для обеспечения легитимности и прозрачности при проведении голосования использовались технические средства по счету голосов. Это 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. На всех остальных участках применялась технология составления протоколов голосования с машиночитаемым кодом. Также с 25 июня по 1 июля применялось видеонаблюдение на всех 52 участках города Черкесска. На протяжении 7 дней за ходом голосования следили 1250 наблюдателей от Общественной палаты Карачаева-Черкесии и представители 30 политических партий и общественных организаций. Сегодня мы уже можем подвести итоги такой непривычно длительной кампании 7 дней голосования, когда каждый голосующий мог выбрать в какой день, в какой форме ему проголосовать. Вчера в 8 вечера закрылись все участки для голосования и начался подсчет голосов. И сегодня мы можем уже сказать, что подведены итоги. В голосовании в нашей республике приняли участие 249 013 человек, что составляет 84,22 от численности людей, внесенных в список голосующих. Поправки поддержали 84,80 голосующих, а это 211 163 человека. Против поправок проголосовало 37 367 человек, что составляет 15,01%. Проведение, организация были возложены на избирательную комиссию Карачаева-Черкесской республики, 12 территориальных комиссий, 250 участковых комиссий. В стране стартовала череда издачи ЕГЭ. Основной этап ЕГЭ проходит с 3 по 25 июля и в резервные дни с 3 по 8 августа. Нынешние экзамены принципиально отличаются от предыдущих в связи с мировой предосторожности и по коронавирусу. Школьники заканчивают учебный год дистанционно, а ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы. В республике в этом году почти 2000 выпускников. В организации экзамен будет участвовать около 1000 педагогов. В этом году открывается больше пунктов сдачи ЕГЭ в каждом городе и районе. Сама процедура сдачи ЕГЭ проходит строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. И рассадка детей в кабинетах, обработка помещений, термометрия – все организовано по правилам. В остальном сама форма сдачи экзаменов сохранится такой же, как в предыдущие годы. А вот в таких непростых условиях в этом году проходят единые государственные экзамены. Тем не менее, задача номер два для нас – это, конечно, провести экзамен объективно, прозрачно и на высоком организационном уровне. Сегодня в пунктах проведения экзамена у нас присутствуют члены ГЭК, федеральные эксперты, федерально-общественные наблюдатели, региональные и муниципальные наблюдатели, организаторы вне аудитории и в аудитории. Помогает в проведении единого государственного экзамена нам региональный ситуационный центр. Порядка 100 представителей и наблюдателей ситуационного центра будут осуществлять свою работу на протяжении всего экзамена. В этом году экзамен сдаёт 1948 человек. Задействованы в проведении экзамена 930 педагогов и технических специалистов. На протяжении всего проведения экзамена у нас будет и работает на сегодня телефон горячей линии. Поэтому по всем интересующим вопросам, связанным с организацией проведения ЕГЭ, можно позвонить на телефон горячей линии. Мы полностью готовы к проведению единого государственного экзамена на территории Карачаева Черкесской республики. Данный вопрос находится на контроле у руководства республики. Мы желаем успехов нашим выпускникам. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске переведен в резерв дополнительный госпиталь, который обслуживал больных коронавирусом при Республиканской инфекционной клинической больнице и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. За время работы здесь прошли лечение 195 пациентов, 45 из них дети. Госпиталь переведен в режим ожидания с тем, чтобы в случае ухудшения ситуации в регионе вернуться к работе. Врачи и средний медицинский персонал госпиталя провели небольшое торжество, посвященное этому поворотному событию в борьбе с COVID-19. Подробности в репортаже Мурата Джанкиозова. Вот они, герои нашего времени. Обычные врачи и медсёстры, которые в самый разгар эпидемии приняли на себя всю тяжесть борьбы с коварным вирусом. Многие из них не видели родных месяцами. Работали как бы в обычном режиме, в СИЗах. Всё соблюдалось. Правила мы старались не нарушать. Поэтому практически мы и заболели. Мы поработали очень даже хорошо, я считаю. Больных у нас ни один человек не умер. Все выздоровели, которые у нас лежали. Работа, конечно, была тяжёлая. Поступали больные в средней степени тяжести к нам. Те больные, которые тяжелели, мы пытались их переводить в другие инфекционные госпиталя, где была реанимационная бригада. То есть мы работали без реаниматолога. Высказать самые тёплые слова благодарности медицинским работникам прибыл министр здравоохранения Казим Шаманов. Он отметил, что несмотря на трудности, возникшие в начале эпидемии, республика справилась с пиком нагрузки. И количество заболевших сегодня уменьшается, а количество выздоровевших увеличивается. На сегодняшний день мы выписываем уже почти в два раза больше, чем ложим, кладём в лечебные учреждения. Количество вновь выявленных случаев у нас уменьшается. Количество пациентов, которые попадают в лечебные учреждения, уже тяжесть их уже совсем другая. Это уже средняя и лёгкая степени тяжести пациенты к нам попадают. У людей появилась ответственность. Я очень надеюсь, я думаю, что с этим тоже много связано, что у людей появилась ответственность. Соблюдение социальной дистанции, соблюдение правил личной гигиены. Люди, столкнувшиеся с этой эпидемией, они поняли, что существует на самом деле этот гирус, что существуют больные, что это достаточно коварное заболевание, непредсказуемое в отечении. Поэтому люди стали, я думаю, этот фактор играет свой. Совокупность факторов сыграли в том, что Карачаево-Черкесия на сегодняшний день уверенно идёт к тому, что ситуация будет улучшаться. Несмотря на то, что в республике введён первый этап снятия ограничений, всем жителям рекомендовано тщательно соблюдать личную гигиену и необходимые меры предосторожности. Мурат Чантьёза, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. К судебным приставам, как в поликлинику. Личный приём граждан после спада пандемии начали в Управлении Федеральной службы судебных приставов Карачаева-Черкесии. Для профилактики распространения коронавируса судебные приставы приглашают граждан на личный приём только по предварительной записи на сайты ведомства. Это сделать легко, особенно тем, кто овладел сайтом госуслуг. Граждане могут обозначить свою проблему, выбрать нужного пристава как любимого врача в поликлинике. Далее выбирается желаемый день посещения службы судебных приставов и даже можно выбрать утопное время. Со словами «Добро пожаловать на личный приём» приставы просят граждан не забывать о мерах профилактики коронавируса. Обязательно должны быть перчатки, маска защитная. В случае, если с собой не имеется, на первом этаже здания Управления Федеральной службы судебных приставов выдаются все необходимые меры индивидуальной защиты. Бесплатно? Бесплатно. В Карачаевске сотрудники и волонтёры ситуационного центра при КЧГУ им. Умара Либо принимают участие в акции «Безопасность окружающих. Твоя ответственность». Ребята раздают бесплатно маски, дезинфицируют руки в магазинах и в местах скопления людей. В акции принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Каждый из этих молодых ребят сегодня принимает активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. С самого начала режима самоизоляции студенты и волонтёры университета оказывают помощь жителям, а также Карачаевской центральной городской и районной больницы. Наша задача – стараться оказывать помощь не только нашим студентам, но и жителям Карачаевска в борьбе с вирусом, отмечает руководитель ситуационного центра КЧГУ Расул Динаев. По решению комиссии и по рекомендации ректора закупили необходимые препараты и оборудование для нашей городской больницы. Там были приобретены концентраторы кислорода, пульсоксиметры, шприцы, системы и необходимые лекарства. И вот на данном этапе, опять же, по инициативе нашего ректора мы объявили акцию «Безопасность окружающих. Твоя ответственность». Волонтеры в специальных футболках, на которых изображен призыв соблюдать все требования режима самоизоляции, посещают места массового скопления людей и в которые раз напоминают жителям города о правилах соблюдения мер безопасности во время пандемии, раздают маски и обрабатывают руки специальным антисептиком. Хочу также подчеркнуть, что антисептик производится в нашем университете самостоятельно. То есть мы сами закупаем все ингредиенты, наша медсестра, и по рецепту, который разработали наши химики, изготавливаем антисептики. Мы его уже в течение трех месяцев раздаем нашим сотрудникам и студентам. Вот сейчас уже больше недели мы обрабатываем этим же антисептиком жителей нашего города. Жители Карачаевска выражают свою признательность волонтерам и отмечают, что очень важно напомнить о соблюдении всех необходимых правил, чтобы не заболеть. В городе, пожалуйста, ручки ездят? Конечно, спасибо. Очень важное дело делается. Как считаете, что ребята раздают? Очень благим делом занимаются. Молодцы. Также, по словам руководителя ситуационного центра Качагуу, Расула Динаева, участие в таких отрядах позволит студентам, которые не могут поехать домой и не могут трудоустроиться из-за ситуации с пандемией, улучшить свое материальное положение. Алихан Эпшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Режим удаленного обучения – не повод бросать науку. В Синах Северокавказской государственной академии прошла плановая студенческая конференция Дни науки. Смотрите подробности. Дни науки – так называется студенческая научная конференция в СКГА, которой проводится каждый учебный семестр. Студенты всех институтов охотно готовятся к ней. Предмет для изучения они выбирают по своему образовательному профилю. Начиная с инженерных решений, заканчивая медицинскими исследованиями. Участники презентовали свои работы и отвечали на вопросы, сидя у себя дома. Конференция проходила в режиме онлайн. Одну из таких работ представила студентка третьего курса медицинского института Музалифа Каитова. Тему она выбрала, можно сказать, самую актуальную – фармакотерапия COVID-19. Мы рассматривали именно препараты, какие препараты хорошо действуют на этот вирус. То есть очень много информации смотрели. Информация менялась каждый день. И поэтому, конечно, было очень сложно. Мы очень тесно контактировали с врачами, которые в госпитале работают. Автор научной работы провела не один день, чтобы найти самый действенный препарат, который применяется в странах, где пандемию коронавируса удалось победить. На момент, когда я уже докладывала работу, было испытание. То есть через два дня должны были ввести у нас в России препарат фавиперавир. После этого я еще раз смотрела за всеми источниками информации, просматривала все. И да, через как раз два дня после конференции этот препарат у нас утвердили. И сейчас применяется для лечения в госпиталях. Вот так студенты начинают свои шаги в большую науку и изучают решение насущных проблем. Руслан Жукаев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия.